Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами утренняя рубрика по комментариям. Не ходила к Уралке на канал, как-то заглядывала, видела, что много было негативных комментариев, но также дворник поработал, постарался. И потом уже, когда я заглядывала во второй, в третий раз, этих комментариев не было. Сафарчик день и ночь сидит в Ютубе и занимается уборкой. А мы говорим, он ничего не делает. Дворник еще тот. Ну и я решила остаться на своем канале, потому что, ну, на самом деле, у меня самые классные подписчики, самые классные зрители и комментарии тоже очень классные, интересные и смешные. Ну что, поехали! У них там, походу, за окном дети день и ночь разговаривают. Вот, подошел бы к окну и показал этих детей, может быть, поверили бы. На самом деле, ребят, они же сказали, что дождь, погода негодящая, на улице дождь. Какие дети на улице? Ну, вот они сами себе противоречат. Говорят, что у вас там звоночки какие-то в голове, да, галлюцинации. А сами, что, не понимают, что плетут своими языками. Получается, что говорим одно, на самом деле, другое. То есть, обдугани на улицу и может выйти, да, потому что дождь. Уралочка с сарафаном тоже хотели бы вытянуть лапки-то свои, да. Одна у телевизора, второй у печки, потому что погода, да, негодящая. Ну, а дети почему-то, дети, да, во дворе бегают. Удивительно, правда же, ребят? Ну, и дальше очень-очень переживают нищеброды. Кто же кормить будет маму с папой? Ну, вот я о чем. Конечно, переживают. Ну, как переживают? Они больше переживают, что денег не будет, и сыночку придется работать. А так, конечно же, очень классно присосался и пристроился их таджик. И деньги есть, и сам не голодный, и одетый, и тоже в Таджикистане мама с папой денежку получают. Ну, и дальше, Оленька, какой она бред несет? Очень смешно, позорница. Да она постоянно бред несет, когда она что умная говорила? Все, что нафантазирует в своей этой глупой башке, то и плетет. Дальше. И у них за окном дорога. Какие дети за окном? Эти голоса у них дома. Уралка, хватит тупить. Ну, на самом деле, да, там у них правее дорога, а так получается, что двор. Но что-то я не представляю, чтобы дети во дворе гуляли. И никогда никаких детей близко не видно. Сколько раз Уралка снимается возле подъезда, я не видела, чтобы вообще какие-то там дети гуляли. Ну, и дальше. Сафа бедный мальчик. Порезал пальчик. У него две мамки. Одну жалеет, другую нет. Кишлак на связи всегда. Ну, да. Ну, с Сафарчиком, может, и всегда. У мальчика папа спрашивает, как же дела? Приносит ли доход тебе твоя любимая русская женушка? Если приносит хороший доход, значит, мальчонка, сиди. Не приносит, значит, надо искать другую, да, другой денежный мешок. Вот Сарафан и старался Уралку спасать, чтобы быстрее протрезвела. А то денег нет. И откуда их взять, если любимая русская жена в окурках валяется? Дальше. Давление у нее понизилось, а сама стоит, как будто щеки свеклой намазала. Или опять уже заправилась и капусточкой квашеной закусила. Все может быть, ребят. Может, и заправилась. Может, она уже не может по-другому. Но кто его знает? Кто знает, кто там у них в зале разговаривает, кого еще Сарафан припер? Может быть, да, и приходится Уралке с горя, да, выпьем с горя, чтобы сердцу веселей было. Ну и дальше. Точно там кто-то есть. Вот и я говорю, что кто-то разговаривает. И голос Абдугани еще кто-то говорит. И дальше, читаю, был явно слышен разговор Абдугани с какой-то женщиной на таджикском языке. И ответ. Может, с матерью по телефону общались? Нет, ну как он с матерью по телефону будет общаться? Ну, в принципе, мог бы по видеосвязи. Но я думаю, что Сарафан бы такое не допустил бы. Он бы сказал перед съемками, что никакого там разговора, никаких общений. И пообщаешься потом. Ну, правда же, ребят? А тут, видать, не смог пресечь разговорчики, потому что были не по телефону. Ну и дальше. Олюшка, молодец. Даже на отдыхе нас не оставляешь от классных обзоров. Ну да, ребят, стараюсь вечером хоть немножечко, ну, посмотреть и записать для вас. И огромное спасибо за то, что пишете и комментируете. Дальше. Абдугани что-то сказал на таджикском, и ему ответила женщина. Уралка сразу напряглась. Абдугани там и быстро открыла окно, типа на улице. Ну и хитрющая Уралка. Ну вот, ребят, ну а толку, что она открыла окно? На улице же дождь. Да, на улице идёт дождь. И поэтому там за окошком-то никого не может быть. А то, что кто-то есть в комнате, это сто пудо. Ну и дальше. Зачитаю комментарии, которые были написаны к первой части моего обзора. Сафарушка, не переживай. Любимую жену по наследству сыночку передашь. Ой, вы знаете, ребят, это, видимо, у них такая мода у таджиков. Искать такую, которую уже никто в жены не возьмёт и которая никому не нужна. Из которой можно что-то урвать. Это если детей нет, да, и родственники якобы по барабану. Вот ему и выпала выгодная пассия. И пофигу, сколько ей лет. Пофигу, что она бабка, да, и не может его удовлетворить, как мужика. Да, да лампочки, ребят. Она актриса, работает, канал подымает, бабосы льются рекой. И до лампочки, как она выглядит. До лампочки, сколько ей лет. Если бы ей даже было и 70. Поверьте, ему было бы наплевать. Ну и дальше. Что-то у жралочка совсем плохая стала. третий день о каком-то похуденье ты лдычит успокойся кухленок все твои стратегические запасы на месте они у тебя непоколебимы и непоколебимы и ответ к этому комментарию ей пишут что живот опал ой ребят хомяки как что-нибудь там начерикают хоть стой хоть падай ну ладно фиг с ним что там ошибки но они такой чушь и понаписывают они просят у нее чтобы она поделилась и диетой ребят какой диетой наверное диетой чтобы шире стать мигом просто в скоростном режиме ну и дальше боится сарафан что говорят не живут они вместе сейчас за таджиков взялись за их фиктивные браки а у них-то типичный фиктивный брак пусть хоть что говорят эти два недалеких конечно боится конечно он и раньше побаивался и постоянно они твердили что якобы там у них любовь морковь они там любят друг друга и вместе живут ну мы знаем что вместе не живут и нам не нужно было и видеть сафара как он выходил из другого дома да ребят достаточно понимать да что в этой квартире никто кроме уралочки не проживает там и близко нет намека чтобы еще двое мужиков жили ну и дальше таджик и с женой годами не виделся а двоих детей имеет по ходу у него суперспособности воздушно капельным путем осеменять бабьем но знаете тут еще неизвестно может быть и не только в таджикистане у него дети есть может быть и в россии имеются он же где-то был пропал на месяц перед уралочкой понимаете может быть какой-то уже и пристроился и на две земли впахивает не я правда шучу ребят но на самом деле не исключено такое тоже может быть ну а что ему сколько там они лет вместе с уралкой четыре года делать да сидеть просто и смотреть на уралочку ну понятное дело что мужику нужна баба куда-то же кому-то он ходит но и дальше урока говорит что мама сафара смотрит их видео и конечно же переживает за нее а я вот вспомнила как сафар говорил что проблемы в кишлаке у них с интернетом по этой причине и в поле он бегал чтобы со своей единственной женой пообщаться олюшкой где же правда а уралка смотрит тебя свекровка твоя ровесница или опять брешешь а ведь и правда сарафан говорил что с интернетом там проблемы и не всегда у него получалось якобы поговорить с уралкой и поэтому да он где-то там ходил видео куда-то загружал ребят а может быть он уралки врал чтобы она ему не звонила потому что он якобы не сможет ответить потому что интернет плохой может это брехня была для урал очки ну или действительно там очень плохо ловит интернет и просто уралка с сарафаном вдвоем забрехались по поводу мамы и папы что они смотрят их видео и еще и название выводят им чуть ли не каждый день короче ребят одно сплошное вранье ну и дальше про завещание было бы что сарафану завещать если только 200 килограмм жира вот согласно согласно ребят но у сарафана уже и своего жира в принципе полным полно уралкин жир он уже не выдержит плюгавенький коротконоженький как же эти ноженьки уралкин жир выдержат он рухнет тут же ему такое наследство не нужно ну и дальше энергия у нее от четвертой базы и алкашка помощница пичкает он ее контролировать некому всех отослал может быть за 18 лет она не первая опытный парняга все на свою сторону делает а это как ветер в поле ну и ответ это да у него все просчитано и высчитано он знает что делает очень хитрый на все пойдет чтобы зацепиться здесь и я согласна он пойдет на все и до конца да потому что без уралки он пропадет но по поводу энергия четвертой базы вы знаете глядя на увалочку что она вот такая бестолковая малохольная вполне может быть но почему нет а чубы нет да помните как она говорила завар попросил меня покушать на камеру а тут у нас мог банк а чубы нет точно так же и здесь мы с вами не знаем от чего она бывает такая и причем активная и носится и по торговым центром и по магазинчиком вот вам и инвалид в общем мои дорогие пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока а